Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я парень, 30 лет, у меня проблемы в семье. Мы с женой категорически расходимся в вопросе воспитания сына. Четыре года. Я работаю, имею много друзей, хочу ходить в гости, чтобы гости были у нас. Хочу гулять с сыном по парку, городу и так далее. Жена, полная противоположность, вышесказанная. Она подруга, что не общается, не работает, сидит дома уже 7 лет. Четыре из них с ребёнком. Категорически против того, чтобы мы с сыном выходили вместе на улицу. Категорически против ходить в гости и приглашать гостей гостей. В прямом смысле просто сидит дома с ребёнком оба не развиваются. Из-за постоянных разногласий отношения напряжённые часто ругаемся. Она мне посоветовала сходить к психологу. Хотя мы с ней вместе уже ходили. И психолог пообщалась с нами 10 минут, сказала, что у неё ко мне вопросов нет. А она к ней ещё ходила какое-то время с неё перестерять. Не хочу, но терпение на пределы. Собья она проблем не видит. Недавно сказала, что мне нужно к психологу. Что можете сказать по моему случаю? Ну, в первую очередь я бы хотел сказать, что тот факт, что вы ругаетесь своей женой, говорит о наличии у вас определённых всё-таки проблем. Пожалуй. Потому что если бы у вас не было никаких проблем совсем, то вряд ли бы вы со своей женой ругать. Вы извините. Да? То есть это вот первый аспект. То есть как минимум у вас есть некоторые трудности с коммуникацией в контексте донесения своих мыслей и в контексте находения общего языка. Со своей супругой. Вот. Это, пожалуй, первое, на что можно обратить внимание. Второй момент. То, что вы как бы рассказываете про свою жену. Да? То, что она не хочет и так далее. Ну, с одной стороны вас, конечно, можно понять с одной стороны. То есть вас, ну, довольно легко понять на самом деле. Потому что, действительно, вы не чувствуете себя, может быть, свободным, да? Может быть, вы не чувствуете себя как-то вот, ну, в своей тарелке. Вот. С одной стороны. Но, с другой стороны, ведь, как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь. Так, мне кажется, что вы со своей женой, ведь, ну, как бы жили раньше. И до определенного момента, как мне кажется, у вас все было в порядке в этом смысле. То есть, начались проблемы только в определенный момент. И, на мой взгляд, с этим, как мне кажется, нужно разобраться. Вот. У вас начались проблемы не в контексте вашего сына, как мне кажется, а в контексте именно ваших взаимоотношений. Вот. То есть, основная, как бы, идея, на мой взгляд, заключается именно в том, что между вами есть какая-то невдовлетворенность. Вполне вероятно, что вы, скажем так, всегда как-то вот от своей жены всего-то и ожидали. Ожидали, например, что она будет развиваться, хотя, по большому счету, она никогда, как бы, развиваться-то и не хотела. Вот. Понимаете, да, как-то то есть. То есть, тут вот, на мой взгляд, именно вот такая история. Вот. То есть, необходимо как-то вот понять немножечко, ну, как бы, историю ваших взаимоотношений. Вот. Это такой аспект. Потому что, ну, повторюсь, проблематика здесь именно вот, как вы свою жену прям воспринимаете. Потому что у меня есть такое ощущение, да, у меня есть такое чувство, что, ну, довольно мало между вами общего. Вот. Довольно, ну, довольно мало между вами общего. Вот. Вы достаточно такие вот разные люди, получается. Вот. А, как бы, когда-то вас, вот, что-то объединяло, да? Вот. И, на мой взгляд, как раз, основной момент, это в том, чтобы, может быть, постараться вспомнить, как бы, что вас объединяет, да? Вот. Потому что сейчас создаётся такое вот впечатление, что, как бы, общего у вас достаточно мало. Понимаете, да? О чём я говорю здесь. Вот. То есть это нужно определить. Следующий аспект, на который хочу обратить ваше внимание, это, собственно, чем ваша жена аргументирует то, что она не хочет выходить, как бы, вот, на улицу. То есть это то, что она не хочет приглашать гостей и так далее. Чем она это объясняет, как бы? То есть, ну, есть какой-то аргумент, есть, как, какие-то обоснования. Вот. Не просто же так она, ну, не хочу и всё. То есть, если, допустим, ну, если, допустим, развитие, да? Это, на самом деле, может быть и выбором. То есть, ну, если бы вот человек вправе развиваться, вот, в принципе-то. То есть, как бы, человек может развиваться, если хочет, может не развиваться, если не хочет, как бы, как бы. То есть, здесь больше вопрос, как раз, ну, выбора, да? Вот. 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 А если здесь, ам, вопрос выбора, то вопрос вот, ну, приклассить, и, дружи, или, да? гостей и так далее, то есть это все-таки аргументы, ну какие-то аргументы, вот, и соответственно, вот, как мне кажется, необходимо вам вот этот момент тоже для себя как-то вот определить, да? Какие аргументы ваши жены, есть ли они вообще эти аргументы, грубо говоря, понимаете, как бы, потому что этих аргументов вы не знаете, а вот, ну и соответственно, моя идея, ну моя идея заключается в том, что у вас есть, что называется, ряд обид, ряд невыраженных историй, невыраженных моментов, вот, ну своей вот женой, да, как бы, которые вывод как-то, ну, подавляет. То есть вам бы немножечко так вот, как сказать, поговорить, да, то есть я не знаю, чем занимался с вами психолог, так вот, что у вас считает, как бы, ну, что она делала, ну, вот, ну, на мой взгляд, вам бы вот просто немножечко, немножечко поговорить, да, то есть высказать вот друг друг другу, да, то есть у вас есть. То есть вполне вероятно, что ваша жена в какой-то момент начала чувствовать тревогу, от чего она, собственно, и прячется, вот, ага, от раз, как бы, она не чувствуется, возможности получить какую-то защиту, вот. Ну, я сейчас говорю не в том плане, что вы должны есть, вот, защита, то есть я не в этом смысле. Вот, понимаете, как бы, я больше говорю именно про то, что вот она, ну, не чувствует, как бы, субсидия, вот, в данном случае, ну, защищенных, вот. И, на мой взгляд, это вот, что у нас такая, все-то классическая защита, вот, а, ну, основной вопрос к вам. Когда это случилось, как бы, то есть, когда это произошло человеческие проблемы, вот, с появлением ребенка или до его появления, а ребенок стал, просто, катализатором этого, вот. То есть, этот аспект, такой вот, ну, совсем не понятный, в данном случае. Вот. И это, как мне кажется, нужно поисследовать обязательно, вот. Потому что, как бы, это довольно важный момент. Опять же, на мой взгляд, да, по моему мнению. Вот. И где-то, вот, на, так скажем, стыке, да, того, что я рассказал вам, вот, того, что я писал вам, вот, вот, где-то, 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 где-то на стыке этого. А, и есть ваша проблема, ну, решение ваших проблем, точнее. Вот. Как мне кажется, повторюсь, то есть, как бы, я, вот, не претендую на истингу, в данном случае, я могу ошибаться, вот, конечно же. Ну, вот, эээ, пока что выглядит, выглядит все вот так, как, эээ, я, я говорю. Эээ, что на плекарте, да, что на плекарте, что, что, вы, эээ, считаете себя правой, эээ, и ваша жена тоже что-то считает себя правой, эээ, задача, эээ, как бы, заключается в том, чтобы найти, вот, некую золотую середину. Для этого нужно, вот, вам как следует поговорить. Вот. Это семейная терапия, да, семейная консультация, эээ, с определенными правилами, да, вот. То есть, как, как бы, ну, я, я, эээ, я не знаю, не знаю, эээ, так ли работал с вами, вот, психолог работал, а, вот, с вами психолог, вот, или нет. А, вот, эээ, то есть, ну, понятно, что, я не знаю, вот, с теми, поэтому, лучше, конечно, будет, если вы, вот, эээ, вместо с, как бы, своей женой, да, обратитесь еще раз на, ну, вот, за помощью, да, вот, и как-то постарайтесь свои проблемы решить, свои проблемы разрешить. Вот. То есть, как бы, это, ну, возможно, это будет не так быстро, конечно, но я думаю, что, эээ, справиться, в принципе, с этим можно, если хотите. Ну, вот, ну, повторюсь, эээ, как бы, остается, вот, немножко, вопрос, да, открытым, относительно того, что вас, вот, с вашей женой, как бы, как бы, как бы, ну, объединяются, объединяются, да, вот, то есть, что у вас общего, вашей женой, тут просто настаёт, потому что, эээ, как бы, то есть, вы обиды, но вы, вот, довольно-таки, эээ, разные люди. Это неплохо, нехорошо, это, просто данность, вот. И, соответственно, вот, краска идея, она, моя, заключается, именно, вот, в том, чтобы, вот, найти, вот, ту опцию, что мы на диване, может быть, есть, вот, да, поискаться, по крайней мере, если есть на диване, что-то есть. Или, может быть, признать, что, что вы уже, ну, как бы, вот, достаточно, так скажем, эээ, разные люди, вот, ну, правда, достаточно разные люди, эээ, и, нет, как бы, смысла себя, ну, мучить, как-то, вот, насиливаться заставлять, тем более, что дедово страдает, в принципе, и, эээ, ваш ребенок, да, то есть, как бы. Моя идея, вот, она такая, да, то есть, подумайте, вот, как-то, на эту тему, да, по-размиклиться на эту тему, если вам, это, интересно, да, если вот у вас это, ну, как-то вот, привлекает, да, если вам это откликается, вот, то, соответственно, в таком случае, вот, обращайтесь за помощью, там, и, мы вам поможем, вам решить вот эти, ну, проблемы, как бы, да, вот, какая-то, наверное, такая, что, по-крайней мере, ну, что, что я мог бы сказать, вот, сейчас, вот, ну, именно, с точки зрения, как бы, ну, с точки зрения психологии, по-крайней мере, так что, решайте сами, вот, понятно, что, вот, проблема сама не решится, вот, она не может сама решиться, к сожалению, вот, ну, вы можете ее решить, это не проблема, ну, на мой, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот, желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что, что ситуация будет самым лучшим образом для вас разрешена, вот, буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, это вам позволит начать такую вот работу над собой, вот, то есть плотно позволит вам начать, как-то вот двигаться, развиваться и так далее, вот, я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи, надеюсь, что у вас все будет хорошо, вот, если не ради себя, не ради жены, то сделайте, да, как бы то ради своего ребенка, что было бы такое вообще, и на берегу, так далее, как правила. мою узкопереды, да, не ради себя, аначе, 네, скажите, я, науру про caffeсс, и до края привет всего! Отдыхала! Продолжение следует... Отдыхала... Продолжение следует...